Народ, все новости забиты iPhone 16. Это и неудивительно, ведь до анонса смартфонов осталось чуть больше месяца. Портал MacRumors поделился огромным списком нововведений, которые получат смартфоны серии iPhone 16. Давайте быстро и без воды пройдемся по всем ключевым нововведениям. Но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипасту, микрофон Антон, поехали! Почти обо всех нововведениях мы с вами уже говорили, так что сейчас мы по сути подведем эткие итоги. Первое. Увеличенный дисплей. Смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max станут больше, они получат дисплея диагональю 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Обычные версии iPhone 16 и 16 Plus получат вертикальное расположение сенсоров основной камеры, благодаря чему станет возможно делать пространственные видео для гарнитуры Apple Vision Pro. Аккумуляторы станут больше у всех моделей, за исключением iPhone 16 Plus. Он получит менее емкий аккумулятор. Перед вами сравнительная таблица. Прирост неплохой. Кнопка Capture или Захват. Все четыре модели смартфонов получат новую кнопку, которая будет помогать при создании фото и видео. Помимо этого, кнопка будет не физической, а емкостной. Имитация ее нажатия будет происходить при помощи вибромоторчиков. Смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат 48-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор, что позволит захватывать больше света, в результате чего качество фотографии с увеличением 0.5x станет значительно лучше, особенно в условиях с низкой освещенностью. iPhone 16 Pro Max получит улучшенный телевик, что в теории позволит делать фотографии с десятикратным оптическим зумом. Для любителей мобильной фотографии это настоящий мастхэв. Беспроводные интерфейсы также улучшат. iPhone 16 и 16 Plus получат поддержку Wi-Fi 6E, а Pro получат самый современный стандарт Wi-Fi 7. Все четыре смартфона получат чип Apple A18, который выполнен по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения TSMC. Ну, что бы эти умные слова не значили. Модем в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max поставят передовой Snapdragon X75. Он на 20% более энергоэффективный, чем Snapdragon X70. В прошлом году Тетто-Призму установили только в iPhone 15 Pro Max, однако в этом году все будет иначе. iPhone 16 Pro получит такой же телевик, что установлен в прошлогоднем Pro Max, что позволит делать фотографии с пятикратным оптическим зумом. Также все смартфоны 16-линейки могут получить дисплей с технологией MicroLens, что положительно скажется на времени жизни устройств. Кнопка действия, которая дебютировала в смартфонах 15 Pro, появится в базовых iPhone 16 и 16 Plus. Если вы недовольны скоростью зарядки, то тут Apple есть чем нас удивить. К сожалению, это касается только Pro-версий. iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат поддержку 40-ваттной проводной зарядки и 20-ваттной беспроводной при помощи MagSafe. Все четыре смартфона получат обновленные микрофоны. Все для того, чтобы вы без проблем могли взаимодействовать с обновленной Siri в любых условиях. Также компания активно работает над обновленной системой охлаждения, чтобы избежать любых перегревов. Если вам мало одного терабайта памяти, то, по слухам, iPhone 16 Pro и Pro Max могут получить версию на 2 терабайта встроенного хранилища. Честно, мне и моих 8 гигов хватает. Базовый iPhone 16 и 16 Plus получат 8 гигабайт оперативной памяти. Это минимум для работы сервисов Apple Intelligence. Благодаря технологии BRS рамки у смартфонов 16 серии станут тоньше, а у Pro-версий они вообще будут рекордно мелкими. Также Titan в прошках немного поменяют. Он будет более глянцевым и внешне будет напоминать сталь, но будет более устойчив к царапинам и ударам. А вот это нововведение прям очень жду. По слухам, Apple тестирует новую технологию антибликового оптического покрытия для своих камер iPhone, которая может улучшить качество фотографий за счет уменьшения таких артефактов, как блики объектива и двоение изображения. И последнее. Цвета. iPhone 16 Pro и 16 Pro Max ожидается в новом розовом цвете. А базовые iPhone 16 и 16 Plus будут продаваться в следующих цветах. Черный, зеленый, розовый, голубой и белый. Вот такими нововведениями поделился портал MacRumors. Постарались сжато и очень информативно рассказать о каждом из них. А какое из этих нововведений вы считаете самым важным? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста, микрофон Антон, до связи и хорошего дня.